Привет Алиса, в кого мы сегодня играем? Доктор. А это твой пациент? Да. Граф, ты пациент? Ты пришел к доктору? А у тебя есть медицинская аптечка, Алиса, чтобы помочь графу? Да. Покажи, что у тебя есть. Это целая медицинская аптечка. Да, видите. Вот сколько всего у Алисы. Какие разные инструменты. Кадет еще больной. А что у него болит? Ушко. Ушко болит. А давай посмотрим его ушко. Да. Пациент, на что вы жалуетесь? На ушко? У вас ушки перебинтованы. Давай посмотрим, что у нас там такое. Посмотрим. Да. И волку даже загибнуть. Ушки-то опрятаны. Спрятаны ушки? Давай посмотрим, откроем. Давай, больной, мы тебе заглянем в ушко. Что там Алиса наведет? В ушки. Какие нужно провести анализы? Что там Алиса смотрит? Загляни в ушко. Загляни пациенту в ушко. Графуля, что у тебя в ушки? Что у тебя в ушки, Сон? Там микробы какие-то поселились? Да. Нужно полетить. Сделать, может быть, укольчик. Ой, лекарства. Правильно, капельки ушные мы капаем. Да? Мы покапаем ушные капельки, и пациент будет здоров. Правда? Да. Все микробы пошут. Посмотри, микробы, конечно. У тебя микроскоп есть? Плохие микробы. У тебя есть мекстура от этих микробов? А есть у тебя, может быть, ложечка есть? У меня есть лекарства. Да. Ты дала лекарства? Я дала много лекарств. Какая ты молодец. Доктор, а давайте вы в вашем кабинете разложите все-все-все ваши инструменты, какие у вас есть, которые мы будем лечить пациента. Эти. А вы расскажете нам, доктор, что у вас есть? Пациентка готова. Что тут у нас есть у доктора? Расскажи, что у тебя есть? Как? У тебя есть бутылочка с лекарствами, весы, салфеточки, бинтики, да? Микроскоп, пинцет. Даже фотоаппарат есть? Да, да. Вы фотографировать будете пациента, чтобы убедиться, что у него что-то болит или не болит? Нет. Ну, прям здорово. У доктора целый набор. Ух ты, и термометр у вас есть. Ух ты. Просто прекрасно. Пациент, вы попали в прелестные руки. Наш юный доктор готов вас полечить. Больной, посмотрите, сколько у доктора всего есть. Он сможет вас вылечить. Ну, а сначала винтик надо взять. Винтик надо взять. А что ты будешь перебинтовать? У больного ушки уже полечили? Да. Значит, повязку можно снять. Да, доктор? Больной, у вас ушки не болят больше? Не болят. Правда? Лапку надо и перебинтовать. Ух ты, доктор бинтует лапку пациенту. Какая доктор молодец. Получается? Да. Все, лапка не будет болеть теперь. А у него болит. Зубик, да? Да. Надо зубки посмотреть. Пациент, покажите зубки. Покажите доктору зубки. Граф, зубы покажи. Алис, смотри зубы. Давай. Что там доктор в зубах видит? Это. Что там? Плохой зуб есть? Да. Надо полечить. Надо полечить. Это полечить. А что у вас есть, доктор, чтобы зубки полечить? Давайте посмотрим, что у нас тут. Это для ноги. Это чтобы смотреть. Это для ноги, да? Да. А что у вас тут есть для зубов? А вот у вас есть инструмент. Да. Зубки можно посмотреть. Можно? Конечно. А ну, пациент, покажите ваши зубки. Пациенту не будет больно? Да. Ну давай, сделай пациенту уколчик. Пациент вам сейчас уколчик сделает, чтобы у вас не болело ничего. Вот так. Алиса сделала уколчики пациенту. И он совсем не плачет. Ему ведь не больно, не больно, правда? А что у него болит? Задняя лапка. Задняя лапка болит. Надо ее полечить. Доктор идет лечить заднюю лапку нашему пациенту. Я уже. Сделали фотографию? И что с ножкой? Расскажите нам. У нее есть пятнышки. Пятнышки на ножке? Надо полечить. Как будем лечить ножку? Не знаю. Давайте что-то придумаем. Может здесь какое-то лекарство от пятнышек? Нет. Ой, мы будем давление у ножки мерить? Давай померяем давление. Какой у нас хороший доктор? Графу очень приятно, что его лечит такой компетентный профессионал с большой буквы. Наша Алиса. Давай. Меряем давление. Как меряется давление? Вот. Все хорошо? А как же мы будем пятнышки лечить? И перелом? Или перелома нет? Нет. Уколчик наверное нужно сделать? Повязка. Повязку нужно наложить. И уколчик или масло какое-то помазать? Нет. Это повязка. Это наш бинтик. А может нужно еще какое-то масло мазать под бинтик? Доктор, как вы считаете? Или не нужно? Нет. Это соседка. Она все вылежит, да? Все-все-все пятнышки уберет. Все. Все? Починили лапку? Да. Вот какая наша лапка. Еще. Еще и там пятнышко нужно полечить. Есть еще у нас бинтик, доктор? Да. Есть у нас бинтик. Мы лечим графа, напоминаем. Доктор у нас Алиса. Она у нас и хирург, и педиатр. Все в одном. Еще и ветеринарка, всем прочим. Что? Вот так она лечит графу лапки. Какой доктор молодец. Все лечит. Графулечка. Лапки тебе лечат. А граф с удовольствием, он любит и лечиться, и купаться. Главное, чтобы внимание уделяли. А нужно еще посмотреть внимательно. Ему все пузико нужно послушать. Класс, ты перебинтовала все-все-все лапки. Доктор, вы просто молодец. А надо пузико графу послушать, Алисенька. Нужно послушать, как сердечко бьется. Да-да-да, все правильно. Я есть. Да, конечно. Я есть. У тебя есть фонендоскоп. Да. И Алиса будет там слушать графа. Хорошо стучит сердечко. Да. Ты шею ему слушаешь? Да, все. Все послушала? И как у него сердечко стучит? Хорошо? Хорошо. У нашего пациента все хорошо? Да. Зубки полечили? Да. Слушай все. Еще не все забинтовали? Ага. У нас доктор уделяет каждому пациенту хотя бы полчаса. Да? Чтобы рассказать ему, что принимать и как лечить, чтобы не болеть. Пациент, вы счастливы? Графуля. Еще не счастлив. Графинушка. Все хорошо, Зайка? Хорошо. Все. Пациент нашему все лапки перебинтовали. Есть. Вот такой у нас доктор Алиса. Да. Еще у него лобик. Надо температурку ему померить, наверное. Есть градусник? Вот так. Вот так. Вот так ты меряешь ему температурку? Вот так у нас наш доктор-профессионал меряет температурку. А есть же у тебя еще один термометр, который показывает улыбочку или грустный смайлик, чтобы знать, какая температурка хорошая или плохая. Давай померим температурку. Ой, какой у нас доктор молодец. Меря. А покажи нам, какая плохая, а мы не видим. Покажи, убери ручку. Это у нас плохая температурка. Как? Видите, 38,4. А какая хорошая температурка? А померяй под другой лапкой. Вдруг там хорошая температурка? Ну, сейчас полетить еще. Полечи еще. Полечи, конечно. У нее болит шерстка. Шерстка болит? А что нужно сделать, чтобы она не болела? У нее болит лекарство. Лекарство нужно дать? Да. Какое? Какой горькой. Горькая лекарство вы дадите графу? Да. Доктор, ну давайте. Вы ему только скажите, что это не сильно горько. Чтобы он его выпил. Это сильно горько. Сильно-сильно? Да. Надо это быстренько-быстренько дать. Это сильно горько. Сильно-сильно горько. А какое лекарство? Покажите нам. Это горькая. Это горькая. Горькая-горькая? Ага. Ну давайте. Пациент готов. Ему хочется не болеть. А теперь горькая. А мне ложку. Ложку? Давайте поищем ложку. А вот у нас ложка лежит. Вот наша ложечка. Ложечка. У нас видите есть и шприц. Как прикольно. И зеркальце. Специально, чтобы зубки смотреть можно было. И даже можно взять кардиограмму. Давайте лекарство. Конечно, давайте. А она горькая. Горькая, но пациент готов. Он не хочет болеть. И он хочет, чтобы у него шерстка была здоровая, красивая и блестящая. Она горькая. Не страшно. А она горькая? Да. А что нужно сделать? Горькая-горькая лекарство. Граф, ты готов? Горькая лекарство? Пей. А еще попил. Все попил? Теперь у него шерстка красивая? А шерстка будет красивая у нашего пациента? Да, она болит. Болит? Ну ты же вылечишь нашего графа? И граф болеть не будет. Правда, граф? Эти ушки у нас уже не болят. Лапки не болят. Ты же делала лекарство от шерсти. Шерстка не болит. Мы послушали. А по-моему пациент уже здоров-здоров и доктор его вылечил. Правда, доктор? Я не смотрела. Я не смотрела глазки. Ну посмотри горлышко, конечно. Мам смотреть горлышко. Как горлышко, Алиса? И глазки. И глазки посмотреть надо. Все хорошо? Хорошо. Все хорошо у пациента? Это ты ему последняя лекарточка дала? И он теперь здоров? Нет. Я еще хочу горлышко качать. Сфотографирую, конечно. У нас доктор фотографирует пациентов на память. Чтобы пациенты остались в его базе. И он сможет показывать всем-всем-всем фотографии своих пациентов. Сфотографировали, доктор? Да. Класс. А теперь померяйте один раз. Один раз? Давай померить температуру. Ура! Покажи, что хорошее. А у нас температура хорошая. Спасибо, что были с нами на канале Квин Элис. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч завтра. Пока-пока!